Даже видели, как одна парочка стула отсюда сперла, через забор перебросила. Хочется домой. Мама сказала, что она нас будет в следующий раз сама собирать. Мы просто космос. Мы просто космос. Не совсем довольны продажами. Сосинские шаурма, гамбургеры. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, третьего дня. Народ частично уже складывается и собирается, уезжает. Мы уже отстояли в нескольких очередях за горячей водой. Погода шикарная, солнце жарит как бы тепло, но при этом получается, что невозможно находиться на улице. Вот у меня обгорела рука и шея, у Сашки тоже, поэтому мы что-то в этот раз как-то очень не подготовились. Я газовый баллон не взял, у нас никакой тонкой одежды с длинным рукавом нет. Ой, насоса у нас нету, в общем, воды и с собой уже нету. Как собирались это все? Запугали нас организаторы, что ничего брать нельзя, будут шмонать. А тут вообще все все проносят, все все проходят. Вчера мы даже видели, как одна парочка стул отсюда сперла, через забор перебросила. Ну, правда, стул сломался? Стул сломался, да. Да, это был стул МТС, поэтому я думаю, что охране, наверное, было все равно бы. Наверное, можно было даже через вход проноться, то есть через выход. И сегодня в воскресенье в 7 вечера. Покажи, Политов, что все собираются или ты показывай? Нет, я сегодня еще не включался. Ну, собираюсь. Ближе к вечеру, как попустеет, так, да, и подснять можно. На квадрике? Да нет, так пройти. Без кладушки. Молод палатки. Да. Без кладушки, конечно, прикольнее. Столько всяких туристических прибудок у людей, и прям вообще поражаешься. Особенно на парковке, когда ходишь. Там у людей чуть ли не газовые дома, у них там и... Но я могу сказать, что на таком фестивале невозможно выспаться. Ну, да. Постоянно все орут, ходят, плюс до трех музыка, и с шести они начинают репетировать. Да, они начинают репетировать, и какие-нибудь веселые ребята в шесть уже начинают вставать, и рядом с тобой начинают какую-то фигню разговаривать. И поэтому такое, в целом, какая-то усталость есть. Хочется домой. Хочется домой, да, помыться. Может, нормально поесть. Сейчас мы попробуем съесть какую-то вьетнамскую еду, которую я хотел, ну, или какая-то она азиатская. Вчера была вкусная шаверма. Мы нашли в одном месте. Ну, правда, стоила она недешево, 400 рублей. Я вроде это вчера рассказывал. Уже просто не помню, что рассказывал. А еще мы видели наперсточников. Ты это снимал? Про гвозди? Нет, оно же было. А я сняла. Там товарищи, знаете, разводила. Как бы кто забьет гвоздь за два удара, получит тысячу. Если ты не забиваешь, то с тебя 200 рублей. Девочкам давали 4 удара. А если за один, то 5 тысяч. Я близко не смотрел. Почему-то мне показалось, что гвозди какие-то алюминиевые. А девочка ему сказала, у вас гвозди, у вас молоток намагничен. Соответственно, многие, кто тусит на парковке, у них с собой мясо. Я, правда, не знаю, в чем они хранят, потому что у них автомобильный холодильник есть. Они там жарят, там, собственно, едят. А если питаться на местной еде, то, конечно, начинается изжога от этих сосисок. Так, мы пришли в наши торговые и едовые ряды. Токпоки. Вот мы. Я хочу попробовать вот это что-то корейское. Я не ем чикен. Сейчас-сейчас-сейчас ждем, я не ем чикен. Я не ем чикен. Я не ем чикен. Я не ем чикен с обычным сиском. Лапша. А вы девушке оба? Рис. Так, кампунги, да? Сейчас одно. Вот я не ем чикен. Обжаренная курица в остром соусе. Обжаренная... Вот эту обжаренную курицу в кисло-сладком мешать. Так, кампунги. Обжаренная курица в огне на остром? Нет. Кисло-сладком. Курица готовится. Готовься, все готовится. Следующий ян-мён, Наташа. А это что-то? Кисло-сладком. Это кисло-сладком. Кисло-сладком есть. А вот там, наверное, острый, да? Нет, он не сильно острый. Сильно острый готовится отдельно. А, понятно. Кисло-сладком все равно острый, да, кусок? А. И корейская, да. Ну, он же сразу нет. На красителе, да? Знаете, если что-то... А где кисло-сладком на колбасу много добавить? Попробуйте. Ну, давайте. А где же, пожалуйста? Надо надеяться, пожалуйста, вот. Это вот. Сначала, да? Да. А после этого не такой. Да, да. На корейку. Спасибо. Пошли к бочке, что ли? Ну, куда ты? На пол. Давай на пол, блин. Опять мы поджопники не взять. Вот мы странные, да? У нас есть поджопники, но мы ходим без них. Да? Давай пробовать. Да. Надо посмотреть, сколько она стоила. Нулевка. 300 рублей. Вот. Вот, пожалуйста, нулевка 300 рублей. И никакого удовольствия. Недорого. Выпил нулевку, сходил в туалет. Вот и все удовольствие. Какие-то нам еще колбасы положили. Какие-то колбасы, наверное, да. Тюрция вкусная. Я даже не ощущаю никакой эстрады. Вот какие-то колбасы, наверное, да. Дюготырские. Да. Рис как? Трана на тесто больше похожа. Вон внизу. Да. Возьми. Да. Возьми дозвониться. Твои опасные лица. Тепольницу. Да нет вопросов, устроим все быстро и чисто, быстро и чисто. Нам много не надо. Вот вертикальная колоннада Мы очень вас любим Мы сильно вас ценим Сегодня на сцене Делать смех Мы хотим видеть дальше Чем окна на том, а на против Мы хотим жить Мы живучи как точки Его пришли заедрить От своих права Слышишь, желез плачет Это мы Дальше здесь поют Дальше здесь поют Дальше здесь поют Сегодня у нас не очень информативный день Люди собираются Мы немножко прогулялись по полю До пятерочки и обратно Посидели в поле Прятались от солнца И мы еще немножко обгорели И немножко обгорели Да, и куча нелепых наших моментов В итоге я что-нибудь скажу Что надо брать с собой И не забыть Для тех, кто хочет поехать Потому что я сам от себя в шоке Мама сказала, что она нас будет В следующий раз сама собирать Так что нас будет мама собирать На завершение фестиваля Первого, который проходит сейчас Он называется Грин Через неделю будет Виолетт Мы на него не едем Будет Гарик Сукачев И мне казалось, что Сейчас Да, вот он будет буквально через час Должен быть, по крайней мере, по расписанию Что на Гарик попасть Это как бы Драйв и Орджик Напишите, если вы знаете Каких-то молодых и новых музыкантов Рокеров Которых стоит послушать Потому что мы Тебе сейчас скажут The Hatters Не надо The Hatters Потому что, ну, вообще Это какая-то неинтересная история По-моему Они очень похожи на Ленинград И на многих групп И мы вот взлетели Посмотрели Как опустошилось Вообще все поле С палатками И с этой самой С парковкой Потому что многие еще уедут Под конец Но Гарик Мы вам покажем Надеюсь, что он будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пелились прям на Титане Ребят, уходись, преступление нужно, важно, необходимо оставаться здесь, потому что любое событие а фестиваль это больше чем последние люди даже видно, что базар уже начал съезжать это живонарис это живонарис важно оставаться здесь, потому что а супер дорогие шубы съехали? по улице сейчас пройдем и посмотрим не, они здесь где-то были через музыкальную формацию да, съехали, значит они вот здесь были здесь же все вроде плотно было а мы вас подарим не будем говорить, кто у нас отвечает вот это мега шаверма, мы просто космос мега шаверма, мы просто космос? это где? вот так, лёху не видать? все ждут, все ждем для тех, кто будет на следующей неделе на дикой мяти виолетт, вот мы рекомендуем просто космос мега шаверма мы просто космос мы просто космос посмотрите, она просто огромнейшая, она стоит 400 рублей вот она шириной с телефона, вы видите? вот телефон и шаверма, здесь и много мяса и много всего вкусного она реально вкусная также вы можете найти там и глинтвейн, мохиты, всякие напитки потому что мы пробовали вот у другой сцены шаверма, она была в два раза меньше, там не было мяса и, ну, я расстроен, потому что у меня было такое ощущение, что они вообще разогревали готовую а здесь, как бы, ну, на самом деле при вас крутят это самое главное потому что, ну, люди же готовятся, да, вот они ждут большой поток людей и для того, чтобы не тормозить, а много кого отпустить, они, как бы, что-то готовят это вот был минус с окрошкой, которую мы попробовали, да, с мочеными огурцами и картошкой видимо, та шаверма, которую мы попробовали там, она была именно такая а вот эта шаверма прям свежак и очень вкусняк и мы, поэтому мы взяли одну шаверму на двоих вот эта, вот эта огромная шаверма стоила 400 рублей это вот прям не реклама, а рекомендуем тем, кто поедет на следующей неделе 100 балерин 100 балерин а я вижу палатку, там, возможно, Леха сидит мы пока ждем выступления Гарика и решили дойти до палатки смотрите, какое стало пустое поле уже отсюда видна наша палатка просто, ну, мы с неба видели, конечно Саша, иди сюда, я тебе просто покажу код активации я так и не знала я удалю там какая-то была церемония какого пустое, вообще стало пустое вокруг нашей палатки было так все составлено а теперь вот просто пустота пустота, пустота пустота, пустота, тает, красота даже товарищ с насосом свалил я думал, он останется просыпайся, родня, ну ветераны рок-н-ролла на которых держится все, что происходит сейчас и на этой сцене, и вообще в нашей стране на сцене появится Сергей Лоронов Алексей Романов Гарик Сукачев Евгений Маркулес Владимир Шахрин Сергей Головин Николай Девлет-Кидей Сергей Чиграков И Тина Кузнецова Андрей Истина Кузнецова А, нет, я хочу нет, стоп, я очень важно хочу сказать мы же сейчас покинем сцену перед тем, как выйдут огромные музыканты огромные, это же легендарная теоретическая легенда я хочу сказать спасибо нашим ведущим Юкле, который с нами много лет нашему дебютанту Александр Анатольевич и Фёдор Воскресенский В её доме вечный бардак В её комнате на стенах битлой Его номер, как кот от замка В трубке застыли слова Есть, есть ещё здесь хоть кто-то Кроме меня Когда меня не ждали Я буду петь голосами моих детей И голосами их детей Я буду петь голосами моих детей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Пару палаток в лаваше. Это там, где нам не понравилась шаверма. Помпончики закрыты. Как мы вчера обсуждали, что, видите, столики у каждой едальной своя. То есть нет общих каких-то посиделок. Надо что-то поджрать, типа, думаем сосиску взять. А у вас есть что-то съесть? Есть уже. Из всего того, что рядышком мы нашли, это была опять сосиска. Уже, мне кажется, в ближайшее будущее не захочется ездить сосиски. Сейчас пройдемся, посмотрим, что еще осталось от рабочего. В целом так вот технику сворачивают, на неделю уезжают. Поэтому я до сих пор никак не пойму, какие-то люди, которые здесь остались на 10 дней. Потому что построенный павильон синергии, они будут проводить какие-то лекции, семинары. А для кого они будут проводить? Кинотеатр Кион будет показывать. Кинотеатр Кион будет что-то показывать. Мне кажется, просто людям-то важнее вода и еда, а не кинотеатры синергии. Или они духовной пищебурки будут? Все равно, я пока не вижу. Даже вот осталось там, я не знаю, 15 палаток. А ради них они будут целую синергию тут запускать. Я не думаю, что проезжающие жители Олексина поедут на территорию Дикой Мяты слушать какие-то лекции. Машину попытаться подогнать. Попробуем заехать, потому что видите, что кто-то заехал уже на территорию, чтобы палатку погрузить, чтобы не доскальчивать на себя. И все, выдвигаемся домой. Веселуха типа Дикой Мята подошла к концу. Торговые ряды закрыты, при том, что кто-то будет на следующей неделе, поэтому просто павильоны закрыли и уехали до следующего раза. А кто-то съехал, потому что не будет уже на следующие выходные. Но сегодня дождя сильного не было, чуть-чуть покапало, но при этом в палатке было достаточно влажно. То есть вот тут люди оставили книги и журналы, я не знаю, насколько их влажность-то не портит. Потому что вроде будущей недели будет прохладненькой. Я повторяю, наверное, раз в 20-е люди какие-то здесь остаются, но вода закрыта. Ни горячие, ни холодные, и, соответственно, души нету. Непонятно, как люди здесь остаются. Вот, покажи, что все закрыто, зашторено. Вот, показываю, что все закрыто, зашторено. Да и туалет. У нас там не все открыты. Да, дубжика два в ряду или там три открыты, а остальные закрыты. Их же обслуживать тоже надо. Но, как мы думали, сейчас можем заехать, оказывается, это... И, как было подслушано, случайно участники, которые продавали свои изделия какие-то, не совсем довольны продажами. Он даже человек какой-то перенес свои печенья с торговой точки в надежде, что он продаст. Сейчас, когда никого нет? Вон он, он за этим делом стоит. Вот, разговаривает, обсуждает. Он здесь первый раз, и в шоке, что такие маленькие продажи. А другой говорит, я здесь не первый раз. И слишком много было тех, кто продает. Ну, видимо, просто людей было меньше для этого количества еды. И многие вот эти вот продавцы, они остаются здесь до следующей недели. Потому что кто-то откуда-то приехал. Из Минска, еще с каких-то там далеких мест, им нет смысла туда-сюда ездить. То есть, опять же, непонятно, ни души, ни воды, ни еды, ничего. Ну, значит, будут куда-то вот в шахтер ездить. Вот пустая поляна, полторы палатки. Мы собираемся и едем домой. Показывает по навигатору, что ехать около... Сколько ехать? Полтора часа. Два часа. Небольшое резюме. Вот пустая парковка. Мы, наконец-то, собрались, уезжаем. Время 10 утра. 10 утра. Техническая парковка, им можно заезжать на территорию палатки разогребать, а нам вот почему-то нельзя. Странная история, мне непонятно. Особенно, когда уже все уехали. Когда уже никого нет. Значит, какой итог? Мы заплатили за билет в 2020 году. Ну да. 5 тысяч за вход. В этом году мы купили парковку вот здесь, парковаться на Дикой Мяти, стоило 1800. 1700. 1700. И палатка на территории 2000. Вот наш приятель Леха, которого мы встретили, он не брал здесь, остановился, вот прям приехал и через дорогу запарковался 500 рублей в час с парковкой и палаткой. Соответственно... В машине спали. А, они в машине спали. Ну, а кто-то там палатки ставил. Туалет, соответственно, там нету, они как бы ходили под кустик, а либо через дорогу сюда. Ну и есть ходили сюда. Нет, ели они свое, они здесь не тратились. Ну, хорошо. Это мы рассматриваем варианты, кто как экономил. И кто-то жил на парковке, соответственно, здесь у них стоила палатка, здесь они ели, не питались и не пили на территории. Потому что это там все-таки достаточно дороговатые, и там одни сосиски в основном. С бургером вчерашняя история нас очень поразила. С сосиской, шаурма, хот-доги, да, сосиски, шаурма, гамбургеры. Нету какой-то вот такой еды для желудка. Нет, есть там шашлык, но шашлык стоит 200 рублей и 100 грамм. Соответственно, вы берете один шампур, это где-то на косарь. Ну, в принципе, бюджетненько. Все, мы едем домой. Все, до новых встреч. Так что, кто поедет в следующем году, учитывайте то, что можно остановиться у кого-то во дворе на другой стороне. А поле они собираются делать с паркингом через дорогу, и здесь не будет, и, видимо, будет меньше мест, где людям сэкономить. Да, ну и в целом, опять же, мы очень хорошо так пролетели со входом на жетонах, потому что в целом мы отстояли 4,5 часа на парковку, а потом бы мы еще стояли тоже неизвестно сколько часов за получением жетонов. Ну, это вот в этом году. Не знаю, как будет, будет ли лучше в перспективе, но пока вот так. Все, мы домой. Все, всем пока. Мыться. Мыться, да, у меня лоб грязный, лазольный. Да, он все. Мы тебя собираемся в, disgrgem変еры. Мы-тою. Мы-тоя. У-тою. Мы,ுorter. Мы-тои обережные, right-оу. Дюям-тои. Мы,елей-тои. Мы-тои.